Всем привет! С вами снова Эльдар, это канал Афганит. Тут мы рассказываем про разные стили автомобильной культуры, крутейшие проекты и знакомимся с известными личностями автомобильные движухи. Мы долго думали, чем вас порадовать. Но смотрите, про старых американцев рассказали, про стенс и лоурайдинг тоже, а про GDM нет ни одного выпуска. Надо исправляться. Кто не в курсе, понятие GDM распространяется далеко не на все машины из Японии, а только на те, которые предназначены для внутреннего рынка. Их отличает не только праворульность, но и, как правило, жирная комплектация, мощные движки, крутые салоны и даже качество сборки. В этих тачках иной раз можно встретить такие опции, такие фишки, о которых в экспортных машинах даже и думать не можешь. Так что батина двухлитровая Camry это не GDM. Сорян. Еще мы заметили, что вам понравился наш выпуск про автомобильный музей Мост. Кто еще не смотрел, вылезет подсказка, обязательно проходите и смотрите. И нам пришла в голову идея совместить эти две темы и рассказать про музей японской ретро-техники. Про музей, где собраны тачки 70-х-90-х годов. В общем, прям самый друшный GDM. Перед тем, как начнем, расскажу про фишку музея. Он контактный. Здесь вы можете сесть практически в любую машину, покрутить руль, понажимать кнопку, ручки, все что угодно. В общем, это место называется Bucket Empire. В конце выпуска традиционно разыгрываем подарки, поэтому смотреть до конца. Все, прогревали резину и погнали. Игорь, начнем с простого. Расскажи, кто ты, чем занимаешься и как вообще пришел к этому? Меня зовут Игорь, мне 25 и я просто пришел к тому, чтобы сделать музей японских ретро-автомобилей. Так, логичный вопрос. Как ты к этому пришел? Все просто. Я сидел что-то в подобии офиса, точнее, это дилерский центр Мерседеса. Я там продавал запчасти. Мне надоело, мне это не нравилось. Я просто думаю, почему бы не сделать музей? На самом деле, просто наблюдал за многими другими музеями, за советскими, за американскими и просто подумал в какой-то момент, почему нету японского музея. И просто идея фикс надо сделать, пока кто-то другой до этого не додумался, пока вот это вот горяченькое такое предложение. Тем более, то, что я начал сразу это обсуждать с ребятами, которые тоже японцами занимаются, у которых, в принципе, и деньги есть. Я уже такой подумал, что, блин, а если я им сейчас идею подкинул? И я в течение полугода накидал бизнес-план, несколько раз его переделывал, нашел инвесторов и, в принципе, вот в это все вылилось. А как ты давно вообще увлекся машинами? Года с 11-го, наверное. Вообще, на самом деле, любовь к машинам, это прямо с детства. Это с компьютерных игр, с фильмов «Форсаж такси». То есть, как бы, все с этого пошло у всех, наверное. Ну да, у всех. Прям такая конкретная любовь пошла года с 11-го. Это были... Что случилось в твоей жизни в 11-м году? Да, это были что-то вроде выставок автоэкзотики, когда это была смесь всех автомобилей, и колхоза, и ретро, и японцы, американцы, немцы. Плюс там был дрифт, там был драк, там был тайм-атак, то есть все в совокупе. И, конечно, да, это было в Москве, это бывший полигон Тушино, там раньше была трасса, сейчас там группа Пик все застроила. Вот. Просто пришел, увидел, понравилось, круто, походил там, тачки-тачки-тачки. Как-то так получилось, то, что познакомился с ребятами из дрифт-команды, на тот момент команда называлась Team Tokyo, то есть был такой состав из пяти пилотов, они выступали на гонках РДС, и как-то все пошло-поехало. Я стал у них что-то вроде администратора, я занимался группой, я занимался там Инстаграмом, ну, группой ВКонтакте, Инстаграмом, и ездил с ними на этапы, то есть постепенно я становился как бы механиком-помощником, с ними все занимался, то есть это Казань, Питер ездили, Нижний, то есть все вот прям кайф был, мне был кайф. Мне не платили, но я работал за идею, просто за то, что мне нравится, о чем мне 15-16 лет. Но, тем не менее, это не вылилось в дрифт. Это не вылилось в дрифт, да, потому что совершенно другие бюджеты, вложения, то есть там нужен был какой-то стабильный, постоянный заработок, что ты сидел на хорошей работе, быть нереальным медийным, крутым лицом, а если честно, медийность это вот прям не мое. И мне проще вот что-то вложить, сделать, создать и где-то в стороночке вот ходить. Так, ребят, медийность, не его сворачивайся. Не, я к этому немножко привык, то первое время, когда вот такая вот вся суета началась, мне я прям, я не знал, что говорить. Ага, что делать, что делать? Я запинался постоянно, заикался, мне вот эта вот вся фигня была. Ну, в процессе как-то уже нормально привык. Так вот, в дрифт не вылилось, но вылилось в большую любовь к автомобилям, особенно к японцам, и просто всегда нравилась классика, то есть больше все-таки к старым автомобилям, потому что это необычные дизайны, машины, которые нигде уже не встретишь. Ну, что вот ты купил Kia Rio, да, и таких еще тысячи на дорогах, ты в пробке стоите там, друг другу мажьте, какие вы все одинаковые, а тут я там еду на какой-то машине. Не машут, даже не машут. Ну, не машут, они даже не смотрят, да мне стыдно. Вот, и еду я на каком-нибудь старом японце, 80-х годов, на меня просто вот так вот все постоянно поворачиваются. Ребят, если у кого-то из вас Kia Rio, мы не хотели. Нет, Kia хорошая машина. Конечно. Наверное, вот. И дальше просто, дальше больше, закончил там учиться, тоже отучился на механико, устроился вот на работу в этот Mercedes, как бы до этого тоже много где работал, и в тюнинг, и в магазинах, там запчастей и так далее. Но вот как-то получилось, что Mercedes меня добил, я понял то, что современные машины – это вообще тлен полный, это ни технологии, ни интерес, ни качества, ни фига, сплошная коррупция. Вот, и просто вот… Ну, то есть ты не хотел бы иметь какую-то современную дорогую машину? Вообще, нет, ни за что в жизни, не застаешься. Нет, у меня даже поджопник, он 97-го года. Вот пройдет время, вот посмотрим. Нет, нет, вообще нет, нет. Ну, даже неинтересно, ты купил машину и она не ломается. Ну, это как, это мне не понять. То есть это не надо с собой домкрат возить, это не надо с собой инструменты назить, это ты не ищешь по несколько месяцев какую-нибудь маленькую запчасть, если там она сломалась. Нет интереса, нету драйва. Ты пришел, вышел, она завелась, ну и все. Не опаздываешь нигде. Так неинтересно. Нормально, стрекаешься, слышишь? Да, то есть как бы жизнь бьет ключом. А какая у тебя была первая машина? Первая, самая, самая первая, которую купил, не по документам, была моя, это Lincoln Town Car 92-го года, большой американец. Вообще нигде? Вообще нет, нет, не близко. Мне все нравятся, я люблю все старые тачки, европейцы, американцы, японцы, без разницы. Просто так получилось, что именно эта ниша была не занята, и я вот прям в нее так ворвался. Ну, то есть дайте сейчас американку, ты окей, сяду, поеду. Я искал себе американца, именно под каждоднев, но опять же, объемы, налог, все убило. Я взял за половину суммы той, что хотел. То есть был вариант взять американца за 400 тысяч, который будет жрать просто тоннами, и за который будет налог где-то, ну, тысяч, наверное, 9 в год. Ну, может, 8. Я взял себе крауна, который 2 литра, который, ну, в принципе, нормально так кушает, но он и мощный, и у него маленький налог. То есть, в принципе, я доволен. Я его взял за 200 тысяч. То есть абсолютно есть разница, причем он по габаритам, по комфортам, мне вообще не выступает американцам. А GDM какая первая была? A GDM первая была именно Nissan Skyline 81 года. Правый руль, то есть тоже повезло, нашел его в таком немножко вяленьком состоянии. А как скоро она появилась, после американца? Да почти через полгода. То есть вот американца я продал, избавился от него летом, а зимой уже взял, получается, японцы. Просто, ну, совпало. Сидели у ребят дома, смотрели там телек, играли в игры, кто-то листал там объявление, увидел, «О, блин, Sky прикольно продается». Вот такой, поехали, посмотрим, на следующий день купил. То есть вот так вот было. Ну, просто денежка лежала на тот момент и все. И пошло-поехало, начал делать, там это сломалось, надо искать, нашел, познакомился с ребятами. Ой, они тоже Sky любят. Вот и начался веселый квест. Да, начался вот этот вот кипиш, который уже не останавливается много лет. И благодаря этому, тому же дрифту, старым машинам много знакомых образовалось, и благодаря которому, в принципе, идея музея немножко проще продвигалась, потому что мне было с кем обсудить, было кому рассказать, были те, которые могли мне помочь продвинуть это, репосты там сделать. А вот это чисто твое детище, музей? Да, полностью. Ты хозяин, владелец, все сделал своими руками, вот и все. Да, да, полностью все сделал сам. Друзья, они помогали. То есть, если они не заняты были там танцами, там и работами своими, Васе, привет, вот. Я их звал сюда, они мне помогали там красить вот эти столбики, красить пол, там собрать мне стеллаж там. А вылететь, типа, чувак, нафига тебе это надо? Были, обязательно, без таких никогда не будет. Это постоянно есть люди, которые... Вот есть там 20 комментариев, и всегда какой-нибудь вот один найдется, который чем-то скажет, что я такой, ну, поржу там, скажу, ладно, спасибо, я понял, давай пока. Все, пока я пошел дальше делать. Да, самые лютые противники музея были ребята из Владивостока, вообще просто с той глубинки, с той стороны. Почему у них же таких тачек как раз? Вот именно, вот именно. Это ты представь, что ты выходишь на улицу, у тебя везде одни жигули и приоры, и тогда и вдруг в Москве будет музей, музей жигулей и приор. У них вот эти вот поставки машины через середину 80-х до там чуть ли не конца 90-х, их вообще не удивишь. Максимум может быть состоянием или какой-то суперкрутой там спортивной версии, и все, это максимум. Их удивишь жигули, их удивишь приорой. Они не знают, как они выглядят, они не знают, что у них руль слева. То есть... В смысле, их удивишь приорой? Да, они... Приезжал просто как-то парень из Владивостока, так же вот на дрифт мы с ним ходили, болтали, и тут приор проезжает, так и за ней он такой, что такое? Такой тип, я не видел вообще ни разу. И может, что он этот угорал на того, нет? Ну, нет, у него было удивление. Как бы он, ну, знал, возможно, что это есть, но то, что он ее в первый раз увидел, это 100%. Нет, мне кажется, был просто тролль 80-й уровень. Все, вполне может быть, да. Но как бы, нет, это на самом деле такой достаточно извекостный факт, что во Владике им, во-первых, не интересно, какие наши машины делаются, во-вторых, их там нет. Там нету ближайших заводов, отправлять туда машины не очень удобно. А японцев у них там столько, что они не парятся. У них даже в полиции там те же маркетчайзеры, скайлайны. То есть ты просто так там не похулиганишь. Там у полицейской машины, ну, у полиции машина круче, чем у тебя тюнингованная. Серьезно? Просто мы всегда, ну, есть ведомственная машина, то они все однотипные. Нет, у них почему-то по-другому. То есть, видимо, какие машины одобряют, какие там может проще в закупке дешевле. Вот. В общем, рыночные отношения даже на полицию влияют. Да, конечно. Подешевле берем. Ну, государство уже тоже думает, как где, как сэкономить, что взять. Да, и вот там проще взять вот марку, потому что их там просто сотни там. И без разницы, они их там убивают, развиваются на них. А, пш, пошел, взял следующий. Ну, как у нас Жигули. Тоже зимой она сгнила, не завелась-то ее выкинул, пошел в зал следующую. И все, вот, не переживаю за счет этого. А как давно музей существует? Вот, в принципе, сейчас июнь, конец июня. Вот как раз полгода, получается, с декабря 2019-го. Насколько я знаю, вот все, не все машины здесь принадлежат тебе, какие-то клиентские, правильно? Да, да, здесь процентов, наверное, 70-80, это мои машины. А остальные клиентские, это ребята, которых нет гаража. Или несколько машин, а один гараж, то есть им где-то нужно хранить машины зимой. Плюс это Москва, это реагенты. Плюс у нас не все люди, к сожалению, адекватно могут что-то сломать. Во дворе могут поцарапать. Там, ну, дети летом в футбол играют, там, мечом прилетел, что-нибудь сбили. Этой детали вообще не существует вообще, в принципе. Ну, чуваки тебе как бы платят за то, что... Они платят, да, это что-то по типу парковки. Как ты можешь снимать парковочное место на паркинге, гараж можешь снимать. То же самое, ты арендуешь у меня место. То есть также это все по договору заключается, ребята платят деньги, и все, они здесь стоят. Машина под охраной, сигнализация, пожарная сигнализация. Здесь сухо, машины я прогреваю, то есть за ними уход. Почему бы не поставить? То есть тем более то, что знаю, то, что машина будет сохранена. Плюс многие владельцы денег кучу вкладывали в машину, они делали крутые проекты, и естественно, хочется показывать свои проекты. А сколько твоих машин? Моих машин в целом 14, здесь стоит, получается, 13 машин. Именно машины, которые покупались, делались для музея, поскольку он контактный. То есть ты можешь прийти, какие-то машины ты будешь смотреть через ограждение, а в какие-то ты можешь сесть. То есть открыть дверь, сесть в салон, потрогать руль, понажимать кнопочку, переключать передачу. Захотел, сел назад, захотел, капот открыл, захотел, багажник открыл. Полный доступ к машине. То есть все, что ты хочешь про нее знать, увидеть, ты можешь увидеть. Детям здесь классно. Они ходят, они забегают, у них все. Потрогать, потыкать там, посидеть и так далее. То есть родители здесь устают с детьми, но там в уголовках сажают, они там рисуют, и потом уже родители ходят, узнают про машины сами. То есть вот такая тоже, ну для всех. То есть здесь интересно как и детям, так и прям вот, ну вообще взрослым уже. К ним сюда и по 60, по 70 лет приходили. Прям дяденьки таких советской, закалки, которые про советский тюнинг знают все, про советское ралли знают все. У которых может даже были какие-то такие? Да, у них были, они вот это ходят такие, о, помню, когда такие завозить начинали, у меня у соседа такая была там и так далее. Вот, в принципе, как из Сахалина тоже ребят приходят, типа у меня такая в школе была, такая там у мамы была, вот такую мы сожгли, разбили. Нормально в школе. В школе, да, вот блин, я на такую машину там коплю несколько лет, а у меня в школе такая была. Ну, как я говорю, опять же, как у нас Жигули. Ну да, ну да, ну да. Какие у тебя планы на будущее в плане развития музея? Планов куча. То есть, изначально, самое главное. Самое главное это сделать это место полностью посвященным японской культуре и тематике. То есть, чтобы это были не только автомобили, чтобы это были бумбоксы. Я видел там уже маленькая коллекция. Да, 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 я вот собираю технику, прям старую тоже технику, скутеры, то есть мототехника, тоже примерно так же до 90-х годов все. Маленькие большие скутеры, спортивные не очень, мотоциклы тоже, чтобы это составляло свою, как бы, отдельную нишу здесь. Сделать, а, проводить здесь мероприятия. То есть, все, что связано, опять же, с Японией, это музыкальные какие-нибудь фестивали, по типу, там, барабанок, шоу, там, ну, все, что вот с этим связано. Не обязательно с машинами. Не обязательно с машинами, просто вот культура, чисто японская культура. Бои-кенда, это японское фехтование, шибари, это связывание, такой немножко эротический формат. В дальнейшем еще сделать, конечно, сервис, место, где можно будет заниматься машиной. То есть, вот клиентские есть, и им что-то нужно сделать. Зачем им куда-то ехать, тратиться на эвакуаторию, еще что-то, если можно сделать здесь. Плюс, мы поможем найти запчасти, они будут явно дешевле, тем более то, что еще разборку есть, иметь таких же старых машин здесь же, при музее. Ты приехал, посмотрел, сказал, у меня такая же машина, у меня нет вот этой запчасти, я такой, пройдемте, у нас есть, пройдемте, мы можем вам поставить. Я понимаю, ты прямо во всем этом шарик, ты можешь и тачку там что-то сделать. Да, 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 ну, я закончил колледж технический. Ну, ты же понимаешь, одно дело как бы отучиться, другое дело, когда уже наручиться. В том, ты делал то, что учился я хреново, я не учился, я не посещал, потому что я работал. Я работал в сервисах, я работал в тюнинг-ателье, я работал в Мерседесе, то есть чисто я занимался практикой. У меня идея находить эти машины, доставать их со свалок, с парковок, забирать у плохих владельцев, восстанавливать их, и не то, чтобы продавать, чтобы они опять где-то развалились, там их убили, или они там заржавели, там все сломались от этих, от реагентов, чтобы они сохранились, чтобы, ну, это уже реальная история, их практически не найдешь. То есть многие машины здесь, их по две, по три штуки в России находятся, то есть там про мир, не знаю, но вот в России точно. Почему ты решил рассказать именно про эту машину первую? Во-первых, она одна из моих любимых. Это твоя? Да, это моя. Покупал для себя, для музея, для контактного. 1976 год, Lancer Mitsubishi, первое поколение модели, это универсал, такие же были седаны и купешки. Купешка четыре года подряд занимала первые места на ралли сафари в середине 70-х. То есть, в принципе, это маленький, типа, спортивный автомобиль, но вот именно универсал, больше такой городской. В чем именно кайф этого автомобиля? То, что он 76-го года, он абсолютно без никаких документов, это утиль. То есть машина списана на утиль, даже документов об утилизации нету, просто тачку когда-то давно, лет наверное, 7-8 назад, привезли в Нижнем Новгороде на металлолом. Металлоприемка, напротив нее сервис, приезжают какие-то школьники на этой тачке и хотят сдать на металлолом. Парень из сервиса такой, выбегай, типа, ребят, ребят, погодите, он его посмотрел, он, конечно, получше был немножко на то время. Он его посмотрел, говорит, типа, сколько по металлу за нее, типа, металлоприем, говорит, пятнашка. Он говорит, парни, я вам отдаю пятнашку, я его оставлю себе. Оставил себе, катался, возил картошку, водил детей там, ну, в деревушке где-то, недалеко от Нижнего. И как-то вот все тоже что-то сломалось, запчастей, естественно, не нашел. Карбюратор тоже, естественно, уже жигулевский стоит, там, то, что нету японских. Ох уж эти запчасти. Да, 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 пускай, тут практически у всех. Вот, и стоял, долго-долго стоял, уже начал гнить, начал разваливаться, и через какой-то момент думает, ну, блин, надо куда-нибудь его продать. Я как раз в этот момент уже пару машин купил, сижу, листаю ленту, листаю, листаю, листаю. 15 тысяч, лансер первого поколения, 76 год, я думаю, блин, ну, для музея первый лансер, с чего вообще вот эта известная линейка лансеров пошла, да, то есть, ну, это должно быть музей. Тем более, то, что я планировал брать второе поколение, ну, чтобы последовательность была. Ну, и все, я на следующий день, ну, я созвонился, прыгаю в тачку, ой, не в тачку, прыгаю в поезд, еду за тачкой. Приезжаю туда, то есть, это сначала на поезде, потом на электричке туда, в деревню, вообще туда приезжаю, стоит в луже. В луже, наверное, по середину колес, короче, она стояла, дожди были там, все дела. Посмотрели машину, в общем, просто так она не сдалась, потому что стали открывать дверь, там был улей, начинают летать осы, там все, мы начинаем от них отмахиваться. Русские пчелы в японской машине. Да-да-да, достаем горелку, короче, все это сожгли, сняли, посмотрели машину, все, попробовали завести, она потыркала-потыркала, ничего не произошло. Ну, все, я вызвал эвакуатор до Москвы за 22 тысячи, мне на эвакуаторе его довезли, я выкинул к себе в гараж, какое-то время он постоял, когда уже надо было, пришло время ставить машину сюда, в музей, позвал знакомого механика, он немножко поковырялся, повозился, мы поставили аккумулятор, поставили бачок прямо на карбюратор напрямую, чтобы бензин поступал, она завелась, она завелась, у нее все включилось, все работает, то есть поворотники, габариты, все работает, передача переключается, то есть сюда он заехал сам, он вот из Желебина до сюда доехал полностью по шоссе, спокойно, все работает, он да, сейчас на ходу, я в принципе давно не заводил, но я думаю, если залить бензо, поставить аккумулятор, он вполне заведется. То есть я говорю, вот он заехал сюда сам, вот встал и все. Ну вот пятнаха, насколько адекватная сумма за такую машину? Это идеальная сумма за эту машину, да, то есть не больше, не меньше, мне кажется, вот, ну он очень гнилой, у него практически отсутствует пол, весь гнил, много деталей вот по типу значка, вот сейчас это непонятно, вот все, да, ну короче, да, как сказать, он гнилой, он без документов, это вот, ну, мне кажется, даже не пятнашка, даже десятка. А то есть как бы судьба машины вот этой, до того, как пацаны ее привезли в утиль, неизвестно, что с ней будет? Нет, немножечко известно, то есть опять же, судя по японским наклейкам и наклейке о транспортировке из Японии, машина каталась в Японии как минимум лет 6-7, также в начале 90-х, году в 91-м, втором она попала в Россию, сзади на машине, на бампере осталась японская наклейка, там посмотрели по переводчику, это название конторы по транспортировке, то есть это мелкая грузоперевозка по городу. То есть курьер гоня. Курьерная тачка, да, абсолютно полностью курьерная тачка, вот это была ее судьба в Японии, что уже произошло в России, как она оказалась там в Нижнем Новгороде, изначально ли она там, это вообще неизвестно. Ну и самое такое геморройнее с ней, то что на нее запчасти вообще нереально идти, я еще пока ничего не нашел. Сижу, постоянно смотрю, японские рынки, американские, наши. То есть даже в Японии ничего нет, там на разборах. А есть такое еще понятие, как там разбор в иностранных? У них сложно в этом плане, то есть тебе, чтобы, вот у тебя есть такая машина, чтобы ты мог ее разобрать и продать с нее запчасти или отдать на металлоломный распил, ты должен идти к государству, заполнить документы. Процедура очень сложная. Просто все очень сложно, геморройно они этим не занимаются. Им проще, им проще прилепить вот этот вот номер, который зачеркиваю, ну зачеркнуто это то, что машина не подлежит регистрации. А, да? Вот, да, и все. Она где-нибудь стоит во дворе и гниет, пока вот она вообще в труху не превратится и все. А этот номер, он случайный или он реально с этой машины был? Нет, нет, номер случайный. Просто сами это, да? Да, это просто как бы японские номеры, которые вот красный чердак как раз обозначает то, что машина не стоит на учете, то есть на ней передвигаться нельзя. Это один из самых популярных автомобилей именно компании Toyota. Просто мне по значку вообще непонятно. Да, это Toyota Crown. Они, у них, да, у них специфика, они на решетку ставят именно корону, а сзади у них значок уже Toyota и там надписью, как у них есть. Большие седаны бизнес-класса, но которые, в принципе, использовались и в такси, как бы изначально они даже предполагались, как для таксишных. Потом уже выросли в более такой вот лютый, высокий и дорогой класс. Это всегда дорогие салоны, велюровые, разноцветные, то есть коричневые, темно-синие, бордовые, фиолетовые даже бывали, бежевые. Они вроде в Японии, в принципе, любят велюр, вот все такое. Велюр это для них топ, то есть идеальный салон, когда велюр это дорого-богато. А если кожа? Кожа уже не очень. Кожа тканей, это такие обычные машинки, да, им это не заходит. Они прям кайфуют с велюра. Что именно конкретно по этому? Crown это 120-й кузов, 85-й год, двигатель рядная шестерка, компрессорный, то есть здесь где-то 160-165 сил. Вот, задний привод и этот кузов еще, и в принципе два поколения потом, они еще равные. То есть отдельно кузов, отдельно равный, соответственно, это, то есть это баржа. То есть он мягенький, плавненький, все кочечки проходят, все шикарно, идеально. Также это, блин, автомат обязательно, то есть нереально, мне кажется, найти Crown, чтобы он был на механике. Вот. Здесь особенность именно этого, что мне нравится, у него сзади есть холодильник, то есть это супер-длюкс, супер-салон, супер-салон, да, да, здесь электростеклоподъемники, регулировка задних сидений, вот как раз вот холодильник, то есть не на всех даже это есть. Но здесь оказаться в Японии в то время, вот кто бы там ездил на такой машине? Директор какой-нибудь большой конторы. То есть обычный, просто-люди, даже, да, просто-люди не сможет, потому что у них большие налоги на большие машины, поскольку страна маленькая, нужны маленькие машины. Да, до сих пор, до сих пор все действует. То есть есть понятие кекаров, маленьких машин с маленьким объемом, с маленьким габаритом. То есть чем меньше тачка, меньше объем, меньше мощность, тем меньше ты плачешь налог, либо вообще не плачешь. Вот за эти были, пришлось бы нормально отдавать денег, потому что и мощности, и объем, и габариты, вот чтобы за такую тачку надо платить. Поэтому вот у них все машины, как Nissan President, такие же большие, Crown, вот эти вот, Cedric и Glory, все крупные машины, на них, либо они шли на экспорт, причем, кстати, Crown, они только в Японии собираются, их как бы, вот они до сих пор всегда делаются, только в Японии. У нас хочешь купить, ты его только оттуда заказываешь. Это вот у них всегда было и есть. Ну, нужно быть, да, на высоком посту, чтобы иметь такую машину. А вот эта машина как тебе попала сюда? Это машина Дениса, владельца... А, это не твоя, это клиентская. Это не моя, это клиентская, да. Вот он просто не против, чтобы машина была с допуском, чтобы люди могли посидеть, оценить. У него та же была идея, что у меня создание музея, просто я это начал раньше. Ну, ты опередил. Я опередил, он практически, он пришел ко мне в самый первый день, когда я открылся. И говорит, ну, типа, блин, ребят, круто. Чувак, сорян, вот и тут. Да, да, типа, блин, украли у меня идеи. Я такой, ну, кто там, у кого как. В общем, он очень заинтересовался и теперь здесь пять машин, это его стоят. Вот, то есть, вот эти оба крауна, там, Корса, Corona Mark 2, две штуки, это все тоже его машины. Эти машины он купил и сразу поставил сюда. То есть, он купил его во Владике. А в каком состоянии? Вот, вот, все, вот он в таком его и купил. Ничего не делал, абсолютно. Привез, поставил на учет, поставил ко мне, все, он здесь стоит. Вот, видишь, тут особенно японский тюнинг, вот, нитка. Ну, не совсем, это, скорее всего, я думаю, наш тюнинг, возможно, где во Владике немножко притерлись или ударились. Просто удивляюсь, почему ниткой? Не знаю, швея, может быть, была. Просто натуральные материалы. Натуральные. Да, да, да. Не, ну, Toyota, это же бывшая ткацкая фабрика. Поэтому, конечно, Toyota занималась именно с танками, ткацкой фабрикой, вот именно сплетение Toyota, это как вязание. Это потом уже пошла там война. Это было сделано именно на том захвате. Да, да, да. Супер культовый автомобиль, я думаю, все игроки, все дрифтеры знают, что такое, это Nissan 200 SX. Для Америки это Silvia S13, просто в таком кузове, и также для Европы, поскольку левый руль у нас. Правый руль это те же 200, 180-й как раз вот SX. Ну, сам факт, кузов SX Silvia, это вот он. Задний привод, CA18D здесь двигатель, то есть турбомотор, задний привод, все, что надо. Самый кайф этой машины, то, что это полный сток. Я вот первый раз увидел вживую сток, потому что это в основном дрифт корчи, какие-нибудь затюненные тачки. Я даже не знал, как в этой машине выглядит салон на самом деле. Он приехал, он его показал, я такой посмотрел, думаю, так вот какой он салон, вот какой у него руль, вот как у него все выглядит. И там, ну, по сути, для год 89, для 89-го года там все очень простенько, обычно, без всяких таких лишних понтов, но тем не менее, все-таки это, ну, уже как бы на 90-е годы переход. Самый кайф машины, это то, что вот эти вот глазки открываются, закрываются. Ну и состояние, то есть владелец, он вкладывал на протяжении 10 лет в машину просто деньги, довел ее до полного идеального состояния. Идеальная подвеска, идеальный мотор, идеальный кузов. Тут вообще не до чего докопаться. Полностью абсолютный сток. Действительно, музейная машина. 89-й год, нетронутая, как бы восстановленная. То есть вот. И причем культовая тачка. А известно, как она в Россию попала? К сожалению, Вот это неизвестно, она тем более без наклеек. Я думаю, ну, это европеец, левруль, я думаю, скорее всего, она просто с Европы откуда-то приехала. Там ее сделали, собрали и сюда приблили. Собрали тоже там, я думаю, не знаю, если честно точно, где были на начало 80-х заводы в Европе, но вообще немцы славятся тем, что у них и Mitsubishi уже в середине 80-х были, и Mazda были. Возможно, и Nissan уже был. Возможно, это немецкая сборка. В принципе. Надо бы, кстати, уточнить. Это интересно, да, я сам не знал. Ну, я думаю, если это действительно, прям как ты говоришь, настолько интересная модель, мне кажется, на рынке она стоит немало денег, да? Я даже предположить боюсь, сколько он может стоить вообще. Ну, по примерным моим показаниям такая может, ну, где-то 2,5-3 миллиона. Да ладно, середина, 2,3 ляма. Ну, говорю, здесь много факторов, то, что это культовый автомобиль, то, что это полный сток, на документах в отличном состоянии, как бы, сел и поехал. Это все равно, что новую тачку купить в кредит. Я бы лучше, реально, такую бы купил, и вот она бы стояла вот так вот, я бы на ней не ездил. Так, чувак, ну, здесь прям, надо подробно и вкусно рассказывать, потому что это просто, это космическая машина, мне кажется. Что это? Во-первых, что это? Это Toyota Chaser 1987 года. Действительно, выглядит очень круто. Как по мне, цвет подобран идеально, хотя изначально машина была серого цвета. Обычный серый, светлый металлик. Комплектация Lordly. Это 160-сильный мотор, рядная шестерка, Twin Cam. У него получается велюровый синий салон со всякими электронными прибамбасами, с хорошей магнитолой, с дополнительными функциями в плане вот по типу даже того же овердрайва, который уже есть на этой как бы машине. Ну, плюс, в целом, машина не сток, это статика. Это вообще не сток. Да, здесь конкретно переделана задняя подвеска, там кастомный подрамник. Ну, и, соответственно, кайловеры стоят тоже неродные. То есть, посадка, в принципе, регулируется по высоте, но в основном машина вот в таком положении. То есть, если уже ты хочешь такой автомобиль или хочешь на нем покататься, надо знать и понимать, уметь, как на нем ездить. Ну, то есть, это не дейликар вообще? Нет, вообще нет, нет, нет. Ты должен понимать, как проходить лепочки, как проходить ямы, а то ты пузо все сотрешь, ты помнешь себе все пороги, и, ну, это будет плохо. Тем более, то, что здесь вложено, все капитально отреставрировано. Вот, в этом плане тяжело такой машины иметь, но, блин, хочется такой. А сколько вот она вот примерно стоит на рынке такая? Примерно, ну, если в стоковом состоянии, то такая может стоить от 100, там, до 300, смотря какое состояние. Ну, да, если... Блин, ну, это же нормальные цифры, как бы, это не космические деньги. Да, японцы, они относительно дешевые, тем более, очень простые. Этот вот, хозяин оценил его в 500 тысяч, на данный момент продается, плюс еще там дополнительный комплект запчастей. Ее можно купить. Ее можно купить, ее нужно купить. Тихо, ты хочешь ее купить. То есть, нет, подожди, 500 тысяч рублей, чувак отдает машину и что ты сказал еще? Там комплект дисков еще один, там запчасти для мотора, запчасти по салону, ну, так по мелочев. А что за прикол с задним стеклом? Это чисто японский фетиш, я правда не знаю, зачем они так делают. Опять же, то есть в стоке это вот так вот? Да, в стоке это так вот, оно вот так вот опускается, причем оно идет сначала вниз, потом передняя часть немножко уходит, ты сидишь, даже локоть не высунишь. Вот так вот вытаскиваешь. Знаешь, есть система, когда ты открываешь заднее стекло, оно не до конца уходит, что типа, как типа детского режима, чтобы ребенок там не вылез или не достал там и так далее. Это по сути, что-то типа того же, только более, блин, дизайнерски продуманно, красиво сделано. Ну, лучше, чем они были полностью опущены. Это же симпатичнее смотрится. Ну, давай так, это, конечно, на любителя, на любителя, но это привлекает внимание, не думаешь, черт, что это такое. Блин, классно. Кстати, один из владельцев машину, как раз вроде Nissan Glory, сказал то, что ехал на машине, у которой полностью опускается вот так вот стекло. И нет, нет, ветер задывает по-другому. То есть, короче, типа с передних, когда полностью все опущено, с передних задывает так, что он не выходит и все получается летит в тебя. У него в машине вот так же стекла не до конца опускается, там какая-то циркуляция по-другому и воздух проходит вот так. Он выходит. Я не знаю, может быть, это реально связано, но он сказал то, что он почувствовал. В общем, будем думать, что это так. Вообще, я думаю, можно какую-то инфу по этому найти, но я думаю, это просто стиль мода 80-х годов, потому что вот стоит у него так же, вот стоит у него так же, у этого так же. То есть, в принципе, здесь многие машины 80-х, у которых именно так опускаются. Так, пока я не решился потратить денег, пойдем дальше. Я вернусь. Надо, надо. Я правильно понимаю, что вот, судя вот по этим ленточкам, то есть, вот здесь машины контактные, сюда можно сесть, полазить, нажимать, а здесь уже как бы клиентские, здесь просто смотрим со стороны, не трогаем руки. Ну, почти, да. Здесь автомобили, в которые есть доступ, они контактные, но не все здесь мои, здесь есть и клиентские, которые просто не против, чтобы, да, машину залазили. А здесь, да, соответственно, машины уже, которые так же по договору, то, что суда допуска нету, и вот они огорожены, то есть, и люди, в принципе, понятливые, они туда не ходят. Вот, полицейская, она реально полицейская? Не совсем, это Skyline, 30-й кузов, 83-й год, он turbo, версия GT, он был просто белый, и я искал машину, из которой можно сделать, как бы, японскую, потому что черно-белая расцветка. Но в Японии, именно эта модель, версия GT, она использовалась полицией, то есть, в принципе, все по канону, это задний привод, механика, турбомотор, то есть, с таким ментом и поездить можно. Но, по закону, далеко, насколько, я знаю, нельзя, с мигалками? Да, с мигалками у нас нельзя, у нас запрет на красные, синие огни, вот эти вот только желтые разрешены. Ну, как машина стоит здесь, это не мешает, в принципе. Посмотрим, здесь, судя по состоянию, ну, прям, что-то совсем, прям, ух, Лучи 1976 года, это Мазда 929 Космо 1988 года. По сути, да, это обе 929, но названия японские, именно внутренние разные. Это Лучи, более богатая машина, там, конкурент именно того же, Крауна, например, да, и Космо, это все-таки спортивный купе-седан, с разными моторами, то есть, как японцы делали, они для себя делали машины с обычными названиями, текстовыми, то есть, Лучи, Космо, для Европы или Америки, они это объединяли в один класс, то есть, если высокий класс, это 929, средний класс 626, низкий класс 323. А, с чем это связано? Просто для разных рынков, другие названия, политические какие-то нюансы, но, почему-то везде, во всех описаниях, именно так. И, то есть, если ты видишь Мазду с левым рулем, у нее будет название 929, 626 или 323, по-любому, в Японии эта машина совершенно по-другому называется, и вот в этом есть проблемы, не состыковок, по поиску запчастей, по определению года. как в ней правильно, да? Не знаешь, как искать, да, да, вот в этом бывают проблемы. Ну, конкретно вот это, 76-й год, это голландская сборка, левый руль, голландская реставрация. она полностью отреставрирована, абсолютно все новые запчасти, капитальный ремонт. ее приобрели, приобрела контора Wasabi Classics, они занимаются реставрацией машин и скупают как раз из Европы машины. Вот они ее лет 6 назад, 7 купили в Голландии, привезли сюда, растаможили, поставили на учет, и вот она у них в частной коллекции как бы стоит. И продается за лям 200. Да, сейчас вот она, видимо, уже немножко поднадоела, но они не особо торопятся. Вот они выставили, и вот она висит, и висит. Мне кажется, в нее вложили куда больше, правильно? Не знаю, по меркам, там, 6 лет назад купили, сколько лет назад ее отреставрировали, сколько это стоило, тем более в Голландии, я думаю, там немножко другие расценки и другие возможности. То есть, если в Европе таких машин много, то у нас, я знаю, всего 3 такие, вот вообще, на территории России. И, блин, найти какую-то такую деталь, тащить ее из Японии в Голландию, я думаю, это дорого. А у них там это доступно, им проще купить донора, собрать из двух машин одну, ну и восстановить все запчасти отреставрировали. Но здесь полностью все от капитальной подвески, мотор, салон, кузов, все. Тут, ну, блин, нечего докопаться. Вот иди, посмотри, просто не до чего. Я смотрю на нее, ты даже поторговаться не сможешь. Вот так, я смотрю на нее, и мне не хочется докапываться. Ну да, зачем? Думаешь, ай, классно, это очень. Ну на ней ездить страшно, потому что вот, ну как бы, выжалкать, и покоснешься чего-нибудь, Да что, ну ты едешь в пробке, да, кто-нибудь сзади в телефоне залип и в тебя втюкался. Он там найдет эти же запчасти на той же Киеве, на первой же разборке. Это жизнь, сюда и метеорит может упасть. Да. Поэтому, что же делать? Да, в этом плане. Погнали дальше? Тяжко, давайте. Так, ну это тачка Якутза, очевидно. Нет, не совсем, это посольский автомобиль. Просто производит именно такое впечатление. Производит, да, вообще, опять же, машина для богачей, не для всех, либо где-нибудь в госструктурах машина должна работать, но вообще, конкретно это, она работала в посольстве в Токио, это стопроцентный известный факт. Nissan Cedric, второе поколение, 1974 год, кузов седан, такие же были и хардтопы, то есть, опять же, без стойки и стекла опускались вниз. В чем особенность конкретно этого автомобиля, это комплектация GX, самая богатая, самая крутая, которая только есть на этих кузовах. То есть, здесь нарядная шестерка двигателя, 2,6 объем, на нем установлен ГУР, то есть, машина уже, уже приспособлена для нормальной езды. здесь автомат, при том, что он сделан на руле, удобство переключения, за счет этого цельный диван впереди, то есть, как бы, американская тема. А я на руле думал, это чисто вот американская тема. Американская тема, но как бы, японцы, они всегда любили и знали, что делать, они знали, кто конкретно у них потребитель, и они под него подстраивались. Они брали Линкольн или Кадиллак, пичкали своего, все, что вообще можно, немножко уменьшали габарит объема, и у них получался вот такой цедрик. Ну да, чтобы местные, соответственно, покупали. чтобы местные брали, и на внешний рынок тоже это шло. Здесь электростеклоподъемники тоже уже установлены. Ну, как бы, в целом, именно комплектация GX с многими дополнительными элементами хрома. То есть, опять же, вот на этих вот, на арках хром, на порогах дополнительный хром, ну и салон, то есть, видишь, здесь есть дополнительная вот эта вышивка-прострочка, вот эти вот все вставки металлические, то есть, вот они, эти джойстики электростеклоподъемника. Ну и в целом, смотри, рубильники внизу какие-то. А, это джойстики, регулировки, это даже, кстати, не джойстики, это тросики. То есть, ты джойстиком управляешь, но там тросик, регулировка зеркал. Зеркал, зеркал-то далеко стоят, до них не дотянешься. Ну, выглядит прикольно. Да, вот в принципе. Слушай, ну для 74-го года прям жирная комплектация. Да, очень. Самая жирная, самая богатая, какая только была на этих кузовах. Ну, а как она оказалась в России, раз она была в сольстве? Вот именно как в России она оказалась, непонятно, но сохранился документ, то есть, вот эта бумажка, это бумажка о продаже с аукциона, 79-й год. В 79-м году ее продавали за 65 тысяч долларов. Вот опять же, это все с бумажки известно. Так, в 79-м? В 79-м году. В 79-м за 65 тысяч долларов. 65 тысяч долларов. И раз увидел, у меня впечатление, что должно опуститься стекло. Такой старый, японец должен высунуться и, не знаю, приказать убить кого-то. Кстати, они предпочитают Mercedes-и. То есть, для них ты недостаточно богат, если ты купил свой автопром. Круто купить Mercedes-и. Не патриоты. Да, потому что это опять налог за габариты, налог за то, что машина привезена с другой стороны. То есть, это еще дополнительный налог. То есть, если у тебя есть бабло, то ты купишь себе иностранную тачку и будешь на ней ездить. Чем больше ты можешь платить местных налогов, тем ты круче, так что? Да, да, да. Как еще показать людям, что ты чего-то добился, то, что ты крутой. Платить за то, за что не могут платить другие. А не сейчас так. До сих пор, да, абсолютно. Да. Ну, кстати, вот, что после аукциона было неизвестно. Известно, что было в 18-м, получается, даже, наверное, в начале 18-го года, зимой, машина вылезла в продажу. Она была в гараже. Гараж внизу сгнил. Опустился немножко вниз, то есть, под ним почву размоснул. То есть, до сих пор он просто стоял в гараже? Он шел вниз, а очень долго стоял в гараже. Мало того, то, что с сечащим владельцу получилось его запустить, в принципе, без каких-то особых проблем. Просто залили бенз, прокрутили, поменяли свечи, и он запустился. Ну, с новым аккумулятором, естественно. Никаких проблем. Проблема была в том, чтобы вытащить его с гаража. Во-первых, там было все завалено снегом. Снег таял, замерзал, таял, замерзал. Лед, корка. Они ее раздолбили. Когда раздолбили, поняли то, что где-то вот настолько... Разница высот, да? Да, разница высот, и как бы машина бы не выехала. Немножко подкапывали, чтобы вообще открыть ворота. То есть, вот это все пространство перед воротами они выкопали, чтобы открыть ворота. Потом еще ставили несколько досок, чтобы машина могла выехать оттуда. Но с тех пор, как он завелся, и он выехал, он вот до сих пор на нем так и ездил. Немножко приводил в состояние, и вот он все, что видит, есть там запчасть какая-нибудь в продаже. Блин, та же ручка или какая-нибудь маленькая. Даже если не нужна, дай возьму. Если не нужна, если она есть, это такая машина, которая вообще очень тяжело на нее что-то найти. Какая-то авария, все, ты попал. А как оценить вообще машину подобную? Чисто все оценивается от того, насколько популярная машина, сколько их сделалось в производстве, комплектация, опять же, ну и в целом делалась она на внутренний рынок или на внешний. То есть, вот это и туда, и туда. То есть, в принципе, в Америке они под названием Datsun катаются. Поскольку, ну, Nissan Datsun это, в принципе, одна и та же контора. Вот. Но там левые рули. То есть, уже опять же проблемы. Что-то здесь случится, нужно искать именно правилу. Смотри, у тебя здесь есть четыре определенно очень похожих друг на друга машин. Да, все верно. Ты именно в точку попал. Это четыре абсолютно одинаковых автомобиля, которые, по сути, различаются только в названиях и комплектациях. Как это произошло? Была Toyota Mark II. Первое поколение, второе, третье. на третьем поколении они решили расшириться, пойти на другие рынки, сделать комплектацию подешевле, сделать комплектацию подороже. Как они разделились? То есть, был Mark II. Mark II и Corona Mark II. Вот. Mark II это простенькая комплектация, среднестатистическая для обычного какого-нибудь клерка, да, из офиса или, может быть, начальника клерка. Ничего особенного. Механика, тканевый салон, козов седан, универсал и рядная четверка под капотом. То есть, это, например, на 105 лошадиных сил. Да, все по минимуму. Дальше они стали делать Toyota Chaser, как раз вот этот вот белый. Это первый год выпуска этого автомобиля, 77-й год. здесь то же самое. Тканевые сидения, черный салон обычный, руль тоже пластик, даже не дерево, коробка механика, рядная четверка. Простой, обычный автомобиль, который использовался для полиции, использовался для такси, для коммерческих автомобилей. Как раз вот этот сделан в стиле такси. Это вот, на крыше? Да, на крыше это колпак. Это вообще отдельная тема. То есть, в Японии, как и у нас сейчас становится, очень-очень-очень много разных контор такси. Это практически частные конторы, не государственные частники. И у каждой есть свой логотип, свой рисунок, свой герб. И они его показывают вот на этих колпаках. Колпак может быть круглый с рисунками, может быть в виде сердечка, в виде клевера, квадратный, треугольный, оранжевый, там, зеленый, желтый, какие угодно. То есть, вообще полный полет фантазии, они все подсвечиваются. А подсвету тачки у них есть? По цвету... У нас вот такси, это желтые. Нет, у них в зависимости от региона, но вообще у них такси есть белые, есть желтые, желто-красные, зеленые, зелено-желтые. Даже темно-зеленые, темно-синие есть. В принципе, самое главное, чтобы были обозначительные полоски, знак вот этот, и зеленый номерной знак, то есть, коммерческий автомобиль. Также вот на этом автомобиле присутствует защитное оргстекло, это вот нападение со спины. Поскольку они все время работают с наличкой, и до сих пор, кстати, тоже, у них очень часто, когда их грабят, нападают, либо машину воруют, либо убивают, деньги забирают. То есть, вот эта штука более-менее спасает. Хотя бы петлю нож не могут подставить. Понятное дело, от пистолета ничего не спасет, но все равно какое-то телодвижение, сзади ты уже сможешь понять и хоть как-то предотвратить. Выиграть время. Выиграть время. Пару секунд, да. К тому же вообще вот эти вот все кузова были в кузове вот эти вот седаны, купе Хартоп, что нереально редко, и универсалы. Хартоп это что? Купе Хартоп, вообще обозначение Хартоп, это безрамочные двери, либо без стойки между передней и задней дверью. То есть тоже вот это вот пустойное пространство. То есть мощные опоры передних и задних стойк крыши. Ну, отдельно свой стиль, от которого, кстати, уже ушли, его практически уже не существует. Остались только Хартопные двери. Так, следующая машина. Это, да, 77-го. Следующий как раз Марк 2, 78-го года. Он немножко в таком потрепанном состоянии, но здесь история машины такая, то что кузов стоял в огороде, в ужасном убитом состоянии. Его забрали и постепенно, постепенно, постепенно в него накидывали запчасти. То есть кузов от одной машины, крылья, капот от другой машины, вообще от синего цвета, и все четыре двери и багажник, это третья машина. Ну и как-то чисто лего конструкция, собирают, и парень, то есть это клиентская машина, парень до сих пор планирует, как бы копит деньги, чтобы ее отреставрировать, собрать и привести уже в более-менее нормальное состояние. То есть вот обычный, среднестатистический Марк 2 седан. Ну и ты вот сказал, что вот это как бы для простых ребят, людей. Ну да, да. Это из этого же? Да, это тоже для людей попроще, просто вот именно разный класс, потому что Chaser со временем отделился и стал как бы спортивной версией Марк 2. Ну и даже поменьше, как это кажется. Да нет, просто этот выше, но он массивнее из-за решетки. Видишь, у него отличие, потому что здесь решетка массивная целиковая. Тут она вперед как бы упирает. И она вперед упирает. Здесь она проще меньше и ниже. И есть еще вот эти вот противотуманки, которых на Chaser нету. У них еще есть отличие по задней части, но незначительные. У Chaser шире фары и пространство под номерной знак больше. А у Chaser там хромированная окантовка и фары немножко луже. Богаче Марка 2 получается. Здесь очевидно уже какие-то такие жирные комплектации. Вот здесь именно купе Hardtop. Вот это та самая редкая. А давай, получается, это какого года? 78-го. 78-й, здесь что? 79-й оба. Причем и седан, и купе Hardtop. Вот это именно Corona Mark II. Комплектация Grandes. Это богатые машины. То есть если на тех стеклоподъемники ручные, механика, рядная четверка, тканевый салон, то здесь велюровый салон, электростеклоподъемники, рядная шестерка, причем турборядная шестерка тоже есть. Гур установлен на автомобилях. Ну и вот Hardtop Coupe это супер дичайшая редкая машина. Также видишь, решетки даже отличаются, что у седана, что у купе Hardtop. Форма та же, но вот именно сама структура, рисунок другой. Ну и помимо, по мелочам, это другие диски, другие надписи, шильдики, дополнительный хром. И, кстати, только на купе Hardtop, на задней стойке, есть отдельный логотип эмблемы Corona Mark II. То есть, ну вот этот герб ее основной. Здесь машина в полном стоке, полностью отреставрирована до идеального заводского состояния. Также не придраться. Коробка автомат, естественно, деревянная ручка, деревянный руль, все как японцы любят. Виллировый салон. Здесь, в принципе, то же самое, что с синим Corona Mark II. Тоже полностью реставрация кузова, реставрация салона мотора. Но это не прям сток. Это не сток, да. Тем более, то, что мы видим, то, что торчит интеркулер. Здесь на стоковом моторе доделана уже, поставлена турбина современная. В принципе, все сделано аккуратненько, чистенько. Вот единственное, только выдает кулек. Соответственно, неродные диски тоже стоят, как мы видим, но внешний вид как бы особо не портит. При том, что вся подвеска и все остальное родное. И единственное по салону, это перешиты карты дверей, приборная панель и центральная приборная консоль. А так тачка тоже полностью сток. По сути, сними турбину, сними кулек, поставь родные колеса и вот тебе обычный сток автомобиль. Вот они оба здесь, получается, с 79-го года. Оба принадлежат одному владельцу. И оба полностью самая богатая, крутая комплектация. Владелец, видимо, любит навалить, да? С трубины, да? Да, да, да. Хотя, мне кажется, вон там она была поуместнее. Она как-то... Из-за того, что купешка, она по-спортивнее выглядит, нет? Спортивнее, да. Но все-таки, как бы, дань тому, что это сток раритет, который делался 10 лет, лучше не трогать, да. Это немножко досталось, примерно, наверное, в таком же состоянии, как вот этот марк. Ну да. А также есть еще в таких же кузовах Toyota Cressida. Это как раз еще одно разделение. Это Cressida, они с левым рулем идут. Это уже на австралийский, на американский рынок. Ну и также вот универсал. По сути, мне здесь не хватает универсала Cressida. И будет вообще полной комплекции вот этих кузовов. А, насколько это редкая машина? Ну, в России я знаю всего три штуки. Одна была в Москве и сейчас уехала куда-то в Тулу, что ли. То есть, ну, блин, достаточно редкая. То есть, вот таких вообще всего, наверное, два-три тоже. То есть, это и то в таком состоянии, чтобы они были, это почти нереально. Пришло время подвести итоги конкурса, который мы запустили, выпуски с парнями из Ямы с Мазутом. Напомню задание. Нужно было написать комментарий-аргумент для спора с реставраторами, который позволит не только уничтожить распри между ними, но и, возможно, даже их объединить. И лучше всего справился Тим Андреев. Он написал, каждый высокоуважаемый реставратор хотел бы что-нибудь улучшить, а каждый высокоуважаемый кастомайзер хотел бы живой кузов. Но, связавшись с Волгами, все будут смотреть на небо из Ямы с Мазутом. В общем, Тима, я тебя поздравляю. Твой комментарий был самый лучший. Именно ты получаешь старый промасленный дедовский шкворень. Напиши под комментарием свою электронную почту. Мы придумаем, как тебе отправить его. Субтитры сделал DimaTorzok Я так понял, про подобную модель сегодня уже рассказывал, да? Да, я сегодня рассказывал про 120-й кузов. Это уже там 85-й год и дальше были. А вот этот, это 110-й. Он выпускался с 79-го года, вот по 84-й получается. Причем такие седаны были, и хардопы, и универсалы, даже купе. Вот то, что был такой купе, это вообще чуть ли не единственный краун, который был купе, плюс у него тканевая крыша была. Сколько здесь сил, что вообще из себя представляет? Здесь, на самом деле, немного, да. Тут 105 сил, 2 литра объем двигателя. Ну, вот, ну, в целом, приемностный мотор для комфортных поездок, то есть не гонять, естественно, комфортный салон, гидроусилитель, руля, как бы, а также, ну, есть. Но он такая мягенькая, да? Да, он мягкий, ну, это за счет еще того, что здесь еще рама, вот, кузов отдельно получается, он за счет этого очень достаточно такой мягкий, приятный. Так, а вот, если бы мы сейчас были в Японии, ехали бы по улочкам, то кем бы мы были для всех окружающих? Ну, скорее всего, каким-нибудь начальником отдела, или может быть, даже руководителем, может, это неплохо. В принципе, да, это неплохо. Ну, судя по всему, что за рулем ты, ты мой водитель, а я начальник отдела. Ну, ты бы тогда должен был сзади ехать. Ну, такие, знаешь, по-нембратски немножечко. Ну, да, 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 или так, в принципе, японцанин. Хотя, не знаю, в Японии интерес такой есть? Они, да, вообще, но они, не, они уважают старшее поколение. Да, старшее поколение. Градацию вот эту вот, начальник, подчиненный, они это очень уважают. Они могут это делать только за пределами, например, работы. Вот. И тоже, смотря у какого, есть ты водитель, кто-то и есть водитель. Водители у них всегда в белых перчатках, в куражке, в костюме. Это обязательно по-другому. Смотри, в музею полгода, наверное, еще иностранных гостей, ну, таковых не было. Вообще были. Да? Был американец парень, приезжал у него в Америке Toyota Celica первого поколения, причем полицейская сделана. То есть тяжело было на ломаном английском, но он приехал с другом, который хорошо знал английский. То есть, в принципе, нам было все очень удобно и комфортно. Мы пообщались, он мне указал на многие вещи, которые правильные, которые неправильные, потому что в Америке с японскими тачками проще и вообще менталитетом. Почему? У них нету налога между собой, им проще оттуда брать тачки, привозить их, у них их там больше. Тем более то, что японцы стремились делать машины на американском рынке. На американском рынке. Да. Ну и так вот он походил, посмотрел, ему, в принципе, очень понравилось. Он сказал то, что вообще не знал, не ожидал, то, что в Москве есть музей японцев, то, что вообще в России любят японцев, как бы он был удивлен. Ну какой, ситбэк был такой положительный? Да, да, вообще он приехал из Америки в Москву, чтобы Волгу купить, 21-ю. Да, да. Он сначала купил себе 22-ю, универсал, и потом приехал вот еще за 21-ю. И как раз приехал он с чуваком, который из Боярд. И вот получается, они ко мне приехали, то есть Боярин рассказал про музей. Слушай, ну у нас, мы снимали выпуск про Боярд. Ну их много, как бы тоже там, разные ребята ездят. Слушай, блин, прикольно, все тусовки так между собой пересекаются. Да, в зависимости от стиля, кто чем занимается, какие машины предпочитает, все равно между собой друг друга знаком. Блин, это круто. Я считаю тоже, что это правильно, потому что один фиг это все автомобиль. Мне это все в новинку, и меня это прям, знаешь, так вот, ну, по-детски радует, удивляет. Ну это, кстати, это все заражает, то есть ты тоже начинаешь увлекаться, тебе тоже хочется какую-нибудь старую тачку, чтобы вот так вот красиво ехать, рулить. Вот посмотри на внимание людей просто, которые там мимо или рядом едут. А мы каждый раз на этом темно-то разговаривали с ребятами, что привлекает внимание. Ну вот продолжу мысль, что я реальный, вот мы там съездили, получается, к боярам, к Тому Хэнсону, тоже из бояр, там, получается, с Тенсорами тоже пообщались немного. И мысль такая уже закрадывается, блин, что-нибудь бы надо купить, что-нибудь бы может какой-нибудь проектик замутить. Слушай, а насколько вообще дорого содержать японцев в России? Японцев проще содержать, чем американцы. Это 100%. Немножко проще, доступнее запчастями. Но опять же, чем старше машина, чем она реже, тем, соответственно, сложнее детали найти. Но у японцев есть офигенная тенденция, что у Тойот, что у Ниссанов, у Ницибиш, они делают спектр запчастей одинаковых на все свои модели. То есть, если это Краун, то с него будут подходить запчасти на Марка, на Чайзера, на Кресту, Кресиду, там еще какие-то другие тоже. То есть, если это переднеприводные, на переднеприводные. У Ниссанов та же самая система. То есть, лоу-релли Ниссан, это одна и та же база, то есть, одни и те же запчасти. У них даже кнопочки в салоне одинаковые, у них приборные панели могут быть одинаковые, моторы 100 пудов одинаковые. У Ниссана вообще один мотор, он лет 40, наверное, выпускался вот на все Ниссаны. Вот просто 40 лет один и тот же мотор, он просто был. Стоял на всех машинах. Да, там были модернизации, разные объемы, но вся навесуха одинаковые. Какие-то эти, ну, там, ремни тоже, все это одинаковые. Ну, а вот чисто технически... Технически, недорого. Это же не так, что ты такой пришел в магаз, мне вот это, вот это. Это все-таки интернет смотреть, выискивать. Это искать, выискивать, но, допустим, на машин 90-х годов еще можно найти вбиваешь номер или по ВИН-коду ты вбиваешь, забиваешь, находишь, заказываешь. На японских портах? Нет, на наши, да тот же Exist. Вот, на Exist, то есть, вот я себе на крау, на своего 151-го, вчера вот заказал на Exist за 1600 с доставкой эту ступицу. Вот, все, как бы, блин, она уже вот сегодня-завтра должна приехать. То есть, никаких проблем, в принципе, прям глобальных в этом нет. Если это не касается прям вот мелочевки, надписи каких-то, стекол, деталей салона, потому что во Владике этого полно, но во Владике любят за это драть цену. То есть, если они продают, допустим, спидометр, то они продают всю торпеду тебе. То есть, ты не можешь просто взять и купить спидометр. Да, да, да. Отвалить немало делей. именно так. Да. Так, сейчас я... А как вообще тебе по комфорту в плане... Ну, то, что она праворукая? Отлично. То есть, вот лично... Уже привык? Лично мне, да, очень удобно. Как бы у меня не было такого, что я чувствовал себя некомфортно или как-то терялся во время движения. То есть, мне было всегда классно. Тут есть много своих плюсов. То есть, окей, когда едешь где-нибудь за городом и ты встал за фурой, и все, это проблема. Тяжело обогнать. Но есть камеры специальные, которые ставятся для обгона. Есть зеркальца даже тех же 80-90-х годов для обгона. И есть... Ну, как бы... Кто-то помогает, там, за ним пристраиваешься вот в этом плане. Я, честно, вот за все время, сколько, за 9 лет ни разу не сталкивался с таким, чтобы были прям какие-то конкретные жесткие разногласия между правым и левым. Левым. Итак, конкурс. Игорь, что ты нам приготовил? Я приготовил бесплатный, естественно, вход в музей для двоих, победителю футболку и, конечно же, наши наклеечки. Футболка будет выглядеть вот так. в принципе, такая же, как у меня. То есть, лого впереди, лого сзади. Итак, ребятки, условия конкурса. Нужно в комментариях написать презентацию музею Buckets Empire, но сделать это нужно в стиле хайку. Кто не знает, хайку — японский белый стих, он не обязательно должен быть в ритму, главное, поэтичный и философский. И автор самого оригинального стихотворения, после которого сюда к Игорю просто побегут люди в гости и заберет все эти подарки. Как, по-моему, круто, круто. Будет шикарно, тем более хайку — интересная тема. Супер. Игорь, тебе большое спасибо. Вот тебе с удовольствием вручаю подарки от компании НИТО. Огонь. Большое тебе спасибо за экскурсию. Я тебе желаю удачи в продвижении японской культуры в России. Я уверен, у тебя все получится. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. В описании мы обязательно оставим ссылку на канал Игоря, потому что мы не все GDM-овские тачки обсудили здесь, потому что их много, вы сами видели. А вот у себя на канале Игорь подробно о каждой рассказывает. Все верно. Меня зовут Ильдар, это канал Абганита. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok